Всем, кто интересуется новостями в мире 3D, Академия ТОП представляет обзор новой версии программы Cinema 4D S26 для подписчиков Maxon. Напоминаю, что буква S означает версию для тех, кто оформил подписку, а не купил отдельно лицензионную версию программы Cinema 4D. Традиционно уже стало, что программа совместно идет с рендером Redshift. И в новой версии Cinema 4D S26 разработчики включили в пакеты известную программу для скульптинга ZBrush, которую Maxon приобрел в конце прошлого года. И начну я с самого мощного обновления нового инструмента ZeroMesher, который улучшает качество ретопологии. И вместо некрасивых треугольников мы можем теперь наблюдать довольно качественную сетку из четырехугольников, которую и раньше, если кто помнит, мы создавали с помощью плагина QuadroMesher. Так что теперь стало гораздо удобнее и главное качественнее изменять количество полигонов на модели, не применяя сторонние плагины. Следующий новый инструмент, который появился в этой версии, это FitCircle. Этого многие моделлеры так долго ждали. Сколько манипуляций раньше нужно было сделать, чтобы создать идеальный круг на геометрии. Сейчас же достаточно выделить нужную область, не обязательно на ровной поверхности, выбрать инструмент FitCircle. И все. У вас идеальная форма круга, которую вы еще можете настроить с помощью ползунков на панели настроек. С помощью инструмента Flotten вы можете сделать выравнивание выбранной геометрии на основе указанной оси, нормали или угла обзора. У него достаточно настроек, чтобы создавать различные фигуры и сглаживать их края. Еще один замечательный инструмент, который был внедрен в программу, это Smooth Edges, сглаживание грани. И как следует из названия, он поможет вам сгладить edge грани. Это довольно удобно и помогает быстро получить правильную линию. И очень меня порадовало улучшение инструмента Bridge. Достаточно выделить полигоны или грани и перетащить их к другим полигонам или краям. И он автоматически создает между ними мост. Плюс у него появились дополнительные настройки, с помощью которых вы можете изменять его форму, сглаживать и так далее. Некоторые изменения произошли в интерфейсе. Например, вернулись зеленые галочки при выделении, которых не было в предыдущей версии. Также теперь можно загрузить сразу несколько проектов и они распределятся во вкладках сверху. Это очень удобно, не надо каждый раз запускать программу при открывании нового проекта. Теперь все открытые проекты будут на одной вкладке внутри открытого рабочего пространства. Для тех, кто работает с мировым масштабом, возможно будет важным появление десятиричной разрядной системы в размерах. Улучшили диспетчер задач. Еще одно улучшение коснулось ридинга, а именно инструмент Hammer Waves. Например, вы видите вот такой костчок на карте весов. И чтобы его исправить, достаточно выделить точку, найти инструмент Hammer Waves или по-русски молоток веса и нажать на Appry Selected. И окраска веса произойдет на основе среднего значения окружающих точек. Также теперь с помощью команды раскрасить по префиксу суставы и другие объекты на основе префикса или суффикса будут раскрашены. Cinema 4D S26 позволяет каждому подписчику Cinema 4D создавать фотореалистичные изображения с помощью Redshift. Независимо от того, какой компьютер он использует, подписчики Maxon One и Redshift могут использовать всю мощь графических процессоров NVIDIA и Apple. А все желающие могут воспользоваться преимуществом рендеринга с помощью процессора. Redshift SPO включает в себя все функции Redshift GPU, кроме закругленных углов. Вы можете сделать рендер как на CPU, так и на графическом процессоре. И даже можете их совмещать. Теперь при выборе настройках рендера, рендер Redshift больше не нужно дополнительно заходить и создавать освещение Redshift и материалы. Они уже будут создаваться по умолчанию, что очень круто экономит ваше время. В этой версии внедрили высококачественный предварительный просмотр во вьюпорте и импорт-экспорт материалов Redshift. Настроить, на чем вы будете осуществлять рендер на CPU или на GPU, вы можете в настройках программы. Рендер на графическом процессоре, конечно же, будет быстрее. Некоторые другие изменения вы сможете посмотреть, перейдя по ссылке под видео в описании. Большое изменение коснулось симуляции ткани и веревки. Теперь это самостоятельная система на основе динамики частиц. Благодаря совершенно новой динамике тканей и веревок, вы можете добиться более реалистичных симуляций, включающих множество объектов. Унифицированный сольвер позволяет рассчитывать симуляции как на процессоре, так и на видеокарте. Обладает высокой многопоточностью, что повышает производительность при симуляции сложных тканей. Если посмотрим настройки тега Клост, то увидим некоторые настройки из тега Фрегет Бадди или Колландер Бадди. Также разработчики улучшили нодовую систему и сказали, что будут продолжать улучшать. И это был обзор на основные новшества и изменения в Cinema 4D S26. Обзор для вас подготовил Владимир Суртаев на основе материалов канала DigiZen. Подписывайтесь на телеграм-канал 3D графика и дизайн и будьте в курсе всех новостей 3D графики, а также проекта MyCity, виртуальный город Барнаул. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok